В Чите прошла первая спартакиада инвалидов, в которой приняли участие представители четырех районов города. В общей сложности около 50 человек. Здесь не было ограничений, и инвалиды по слуху, и инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата были равны. Проводим эту спартакиаду в целях отбора участников для участия в краевой спартакиаде, которая состоится в конце августа, и также преследует цель доставить людям с ограниченной возможностью пообщаться в неформальной, здоровой обстановке, получить заряд бодрости, белье сил, просто выйти в свет. Многие из них участие в таких соревнованиях принимают впервые. И не каждый осмелится вот так, несмотря на трудности, выйти на поле и побороться за право стать лучшим. Наталья Суркова в спартакиаде принимает участие первый раз и надеется, что не последний. Мне предложили поучаствовать, я согласилась. Вы впервые участвуете? Да, впервые. И как надеетесь? Победить? Ну да, хотелось бы. Хотите войти в сборную, да? Ну, хотелось бы, да. По итогам соревнований Наталья заняла четвертое место в езде на бытовых колясках. Также в течение трех дней на различных спортивных площадках города прошли соревнования по бадминтону, шашкам, шахматам, дартсу, бегу и армрестлингу. По итогам спартакиады первое место заняла команда Черновского района, на втором месте – центральный район и третье место у железнодорожного района. По итогам спартакиады будут сформированы четыре сборные команды административных районов, которые будут защищать честь своих административных районов на краевой спартакиаде. Глядя на тех, кто не может волей судьбы пройти ногами по земле, громко закричать о любви ко всему миру или же пожать руку другу, так открыто выступают на спортивных соревнованиях, улыбаются и, несмотря ни на что, не теряют надежду на лучшее. Понимаешь, что просто надо стараться, надо стремиться, и тогда все получится. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забанфору.